Добрый день друзья! В сегодняшнем видео я продолжаю цикл своих передач, которые посвящены обзорам продаж последних аукционов в Германии, основной темой которой является русское искусство. В силу последних происходящих событий не все, особенно из России, имеют возможность задавать свои лоты, делать свои ставки, затруднена доставка, оказывает ли это влияние на формирование цены, судить вам дорогой зритель и сделал я это для того, чтобы вы имели представление о том, какие цены на российский антиквариат у нас сегодня, сейчас. Я выборочно по своему вкусу выбрал основные такие позиции, которые мне представляются интересным и постараюсь вам осветить цены на них. Как говорится за основу взят недавно в ноябре прошедший аукцион в аукционном доме Харгес Хаймер, очень хороший именитый и знаменитый аукцион, который находится в Дюссельдорфе. Вот эти продажи мы с вами и рассмотрим сейчас. Первый лот у нас это серебряный сосуд паломников из Тифлиса 1892 года, клеймо 84, а также мастера клеймо, находится на дне сосуда, 615 грамм он весит и был продан за 5500 евро. Серебряная ведерко для льда с ковшом, все вместе килограмм 173 грамма, по всему контуру идет орнамент московского Кремля, соответственно проштампован он 84, плюс клеймо мастера АА, 30 сантиметров высоты, как я сказал, килограмм 173 грамма весит все это вместе, было продано за 4700 евро. Работа Ивана Сальтикова, соответственно проштампован ИС плюс 84, серебряный ковш с позолотой, клязаная эмаль, все вместе 43 грамма, 8 сантиметров высоты, он размером за 600 евро был продан. Подстаканник и ложечка работы самого Карла Фаберже, соответственно также он проштампован Карла Фаберже, проба 88 и также инвентарный номер 24515. Эмаль немного побита, продан был этот Зет за 13000 евро. Следующая работа Дмитрия Никитина, соответственно так проштампована, ДН плюс 84, марка серебра, 43 грамма, этот вот тоже ковш с позолотой, серебряной, клязаной эмалированной, был продан за 4300 евро. Это работа мастера Михаила Михайловича Зорина, работа Павла Овчинникова, соответственно проштампована, Павел Овчинников, плюс 84 проба, серебро с позолотой, помимо здесь клязаной эмали, мы видим, что украшены они также камнями аметистом. Уход составил 1150 евро, да об этом следовало сказать в самом начале, значит это не та цена, чисто к этой цене добавляется 25% оффгельд, это те деньги, которые комиссия берет аукционный дом, плюс соответственно конечно пересылка. То есть к этой цене 25% добавляется. Портсигар серебряный, выполненный в этом же стиле, значит пункции 84, плюс клеймо мастера SMN, не знаю что это означает, 145 грамм. Уход составил 1500 евро, 14 чашечек с блюдцами, мануфактура кузнецов 1900 года, соответственно на днище проштампован, также 1264 цифра там выбито. Уход за весь этот Z составил 330 евро. Агитационный фарфор, волховский коминтерн, 1930 года, диаметр 24 сантиметра, есть парочка царапин, уход за эту тарелку составил 500 евро. Орден Богдана Хмельницкого, второй степени, номер 314 на обратной стороне гравировки, это после 1943 года, уход составил 5500 евро. Работа Альберт Морец-Вульф, композиция бронза, нападение волков на сане, очень любима она и в картинах, и в других произведениях, 60 сантиметров, ее размер довольно-таки большая. Ход составил 4000 евро. Вот очаковская работа, из папье-маше, шкатулочка, 9,5 на 21 сантиметр, ее размер, купчишки пьют чай, состояние отличное, уход составил 180 евро. Самовар Михаил Поляков, 1900 год, 24 сантиметра высоты, тула, 150 евро. Следующий самовар, это уже Баташовский, 1900 года, посеребрение, форма сливы, по-моему, 55 сантиметров, продан за 420 евро. Следующая, значит, Евангелие, 1804 года, Москва, серебро, размер 47 на 5, 3 на 32 сантиметра, значит, проштамповано, 84 плюс климо мастера, фенифть, продана за 8500 евро. Благое молчание, 15 на 13 сантиметров, горячая пазолота, эмаль, отличное состояние, 500 евро ушла икона. Большая икона, 28 на 24 сантиметра, многоцветная эмаль, отличный сохран, 2200 евро. Вот мною выигранный лот, что меня очень радует, значит, крест с праздниками, размер 31 сантиметр. Уход составил 240 евро, но, как я говорил, еще 25% к нему надо. Вот попалась греческая икона, скреты, 16 век, она с иконостаса, 2700 евро уход составил. Вот очень интересная икона, смоленская, 75 на 55 сантиметров почти ее размер, 16 век, соответственно, уход был очень дорогой, 24 тысячи евро. Но дело не в размере, вот маленькая икона, размером 18 на 14 с половиной, боголюбская, конец 19 века, тоже была очень дорого продана, 15 тысяч евро. Завершает сегодняшний обзор, вот монументальная икона, молодой суд, ранний суд, значит, метр 45 на метр 22, большая очень икона, 17 век. Вот уход составил 40 тысяч евро, плюс комиссионные. Так, на этом я заканчиваю свой обзор, ну а судить о том, российский антиквариат на западе подешевил или подорожал, судить вам, зритель. Вот я лично каких-либо колебаний в ту или другую сторону не заметил. Собственно, цены как были, так и есть до всех этих событий, что еще раз подтверждает о том, что понятия эти вечные, и помимо эстетического наслаждения, она нам несет еще и какую-то некую материальную выгоду, материальную стабильность и уверенность в том, что деньги вложены правильно и верно. До свидания, до новых встреч, всем мирного неба и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok